Самый пример видео, которое снимается на старую вещь, которая давно не использовалась. Это у нас на камеру Panasonic. Господи, как ты там называешься-то? V760. Для чего? Потому что у него, точнее у неё у этой камеры микрофон, во-первых, стерео, во-вторых, вообще 5.1. То есть, надеюсь, эта камера покажет, насколько качественной будет вот эта колоночка. А справа весы, потому что мне помните, я ещё при стриме говорил, показалось, что колонка очень тяжёлая. Вот всё, что у нас есть в коробке, инструкция, проводочки. И вот у нас колоночка. Снимаем с неё пакетик. Это цепис от меня пакетик статичный. Включаем весы и попробуем их использовать по назначению, взвесить колоночку. Ну-ка. Что-то как-то плохо видно. Офигеть. Везде пишут, что она весит полкило. А она весит 810 грамм. То есть, я не ошибся. Хотя вот здесь вот, в инструкции 680. Сейчас, 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 сейчас. Вот. Видите, да? 680 грамм. А она 810. Это тот самый случай, когда нас вроде бы накололи, но нам это нравится. Ладно, весы убираем. Они нам больше не пригодятся. Смотрим, что нам обещает производитель. Во-первых, обещают, что у нас будет руководство пользователя и два провода. Руководство пользователя нам обязательно два провода. Не знаю. У всех, думаю, такие провода, думаю, есть. Но у кого нету, тем пригодится. QR-код с соц. сетью от этого производителя. Технические характеристики приведены таблицы. Справочные не могут служить основанием для претензий. То есть, они сами не знают, сколько они весят. Изначально это подтвердили. И вот нам сама таблица. С теми самыми обещанными данными. Мы имеем звук 10 Вт. 2 по 5, то бишь, сабвуфер пассивный. А, имеется в виду, обратный выход у каждого из динамиков есть, по-моему. Но вообще разобрать бы, конечно, ее не помешало. Это возможно? Это проблемно. Значит, разбирать пока не будем, потому что пока ребенок не разломает, это все будет ребенку. Так, далее. Сигнал-шум соотношение 83 дБ, диапазон 20-20. Это круто, если не врут. Батарейка 2400, тоже круто для маленькой колоночки. Время работы неизвестно. Или известно? Известно. 8-10 часов. Зарядка 3-4. Время в режиме ожидания 2 суток. Зарядка аккумулятора блоком 5 В 1 А. Версия Bluetooth 5.0. Профили А2ТП, VRCP. Радиус действия до 10 метров. MP3 плеер с карт-ридером SD или по USB флешку втыкать можно. Поддерживаемые форматы MP3, WAV, WMA, FM-радио 87.5-108. Вот для чего антенна. Круто. Размер устройства 240, 85, 110. Ну и вес мы уже видели, что совсем не соответствует. Так, теперь смотрим визуально. Сама колонка. Сама колонка представляет из себя некие такие квадратики, точнее кубики со срезанными углами, чтобы не кололось. Мягкими ножками из такой вспененной фигни, которая легко проминается, но потом плавненько возвращается в нужную форму. Сзади вот визуально, конечно, похоже, что там что-то есть, но уверенности нет никакой. Да. То есть получается здесь целых четыре колонки. То есть сзади два гуфера, я не знаю, видно вам или нет. Вот я на глаз вижу, что они там поблескивают металлом. Знаете, как алюминиевые такие. А, тогда вот спереди не факт. То есть может быть чисто назад звук идет. Ну тогда фиг его знает. Ладно, короче, два динамика тут есть точно. Если четыре, это вопрос, хотя производителям заявлено. Некая визуальная глупость, на мой взгляд, это сама антенна, которая тут не пришли кобыле хвост. Они вот для нее такую наклеечку шандарахнули. И больше ничего. То есть она, по их мнению, должна как-то вот так вот быть. Ну, ладно. На то ли болтах, то ли заклепках закреплена ручка. И вот, будь они умными, они бы антенну сюда поместили. Почему антенна сзади? Вообще такое чувство, что это антенна... Господи, это устройство собрали по случайности. Такое чувство, что вот здесь должна была быть антенна, здесь должны были быть динамики. А получилось, что у нас динамики здесь, антенна здесь. Ладно. Сзади у нас под резинкой порты. Так вот, сзади у нас расположена заглушка резиновая, под которой, ну, которая не блещет, конечно, офигенной защитой, но всё-таки она хоть что-то даёт. Располагается выключатель, порт для зарядки, линейный вход, карт-ридер и порт для флешек, то бишь USB 2.0, как я понимаю. С левой стороны у нас нет ничего, с правой стороны у нас нет ничего. Ну, в общем, как-то так. То есть включить её вот этими кнопочками не получится. Чтобы её включить, нам нужно открыть заглушку, приключить режим... Там, кстати, загорается диодик сразу. И она подаёт признаки жизни. Сразу же соединился со смартфоном моим. Наверное. Сейчас проверим. Да. Соединение установлено. Так. Открываем профиль группы. Уйди лесом. Группа, я сказал. И где-то у нас тут есть с музычкой. Дайте-ка рок наберём. Рок. Вот. Эти ребята мне разрешали использовать их музычку, поэтому, думаю, с ней проблем быть не должно. Пробуем. Как будет звучать. Так, это переключение, да? Извините. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Загибаем в их середине, На клочке разрываю билет. В волшебстве нарисованных линии Вижу в новой дороге свет. Разлетелась надежда камнем. Стало ничего больше... Что нужно, чтобы всегда быть в тренде? Можно стать очередным модным блогером и пытаться удивить мир. Так, это у нас реклама. Громкость, как вы заметили, на колонке отдельная и на смартфоне отдельная. То есть у нас два независимых регулятора громкости. Я сейчас убавил на смартфоне, значит, при возврате на максимум у меня опять колонка будет орать на максимум. Я надеюсь, ребёнку такой громкости будет достаточно. Но у меня ушки так немножко подглохли. В промежуточке попробуем добыть... Добыть... Выковырять радио. Ну, стандартный автопоиск, наверное. Только автопоиск. Другого ничего нету. При нажатии на эту кнопочку мы делаем паузу. Нажимаем ещё раз, он следующий канал ловит. По-моему... Друзья, для тебя... Нет, просто ловит при нажатии на эту кнопку следующий канал. И всё. Как найдёт, так и останавливается. Можно принудительно остановить. И он вернётся на старое. Нажимаем ещё раз. И мы, по-моему, снова в режиме... Усилка. Да. Снова соединился с смартфоном. Ну вот и всё. Внезапно сдохла батарейка. Ладно, пробуем заново. Следующий трек от группы Эстер. Итак, друзья, выяснил, что камера Panasonic, оказывается, не хочет заряжаться, ну и работать от питания, если в цепи между зарядкой и розеткой есть логика. То есть, любой тестер или умная зарядка и так далее камера не заряжается и не работает. На этой ноте продолжаем. Группа Эстер, надеюсь, ещё помнит, что они мне разрешали пользоваться их музычкой. Пробуем врубить музон. Но, на мой взгляд, уже неплохо это всё дело звучит. Пробуем. Продолжение следует... Прямой эфир на Радио Шок. Да что ж такое-то, а? Задолбали, короче. Короче, на мой взгляд, звучит хорошо, но постоянная реклама ВКонтакте не даёт это по-человечески послушать. Или это уже... А, это уже пошло с радио. Вы слушаете радио Шок. Мы начинаем нашу программу, которая идёт после. Не нашедшему ключик от снежных окон, И смеётся контроль теряя. И смеётся контроль теряя. В её списке желаний сотни имён И в ладонях изломанных линий. Не миру, он слышишь где-то, Церковный звон отпевает, И ты уже с ними. Кто споткнулся спащён, Кто поверил в ответ, Кроме божает, сидишь на грамм. Короче, жесть. Конечно, рок это не моё, но пусть простят. Ребята, мне нужно иметь и такие мелодии для проверки. Короче, качество звука, в принципе, неплохое, Но могу сказать, что на средних он немножко забулькивается. То есть, средних, на мой слух, многовато. Я не знаю, насколько качественно это всё вам покажет камера, Но теперь попробуем вторую вещь. У меня есть мелодии, которые Ютубом абсолютно разрешены, С ними у меня проблем не будет. Осталось бы найти программу Files И запустить их. Сейчас посмотрим более высокие мелодии. Как они будут звучать? Что-то я перелетел. Вот она, Ютубовская папочка. Ну и что-нибудь врубаем. Я думаю, должно ребёнку понравиться. В принципе. В принципе. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас покажу Всем пока